Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. И хотя это видео называется обзором дополнения к игре Stellaris Synthetic Dom, скорее это всё-таки будет больше моё мнение о том, как нынешние игроделы зарабатывают на нас деньги, выпуская большое количество всяких дополнений. И вообще, давайте с вами обсудим эту проблему, тем более, что я постоянно об этом вспоминаю, когда Firaxis выпускает очередные несколько наций за приличные, по-моему, деньги. Но сначала о герое моего видео. В общем-то, Synthetic Dom это типичное дополнение от Paradox Interactive, которое не меняет игру, а добавляет в неё чуть больше контента. В данном случае это возможность играть за расу роботов. Вы можете создавать империю роботов, причём три их разновидности бывают. От экстреминатусов, которые будут уничтожать вообще все биологические виды, даже не могут с ними общаться, до ребят, которые мирно существуют с биологическим кожаным мешком рядом. И те, и другие получают какие-то бонусы. Например, первое, если они захватывают империю биологического вида, то просто всех уничтожают, но за это бонус к традициям получают. У другого вида роботов, например, есть возможность модернизировать биологические виды в кибернетике, в киборгов, и те будут получать некоторые бонусы при добыче ресурсов. Совершенно по-другому сделано естественное размножение роботов, то есть вам теперь не надо, например, ждать, пока накопится достаточно еды, чтобы новый житель появился, а вы за счёт минералов строите поселение у себя на планетах. Хотя, если взглянуть глобально, то игровой процесс всё равно никак не меняется. Это всё тот же самый старый добрый Stellaris, только теперь вы можете ещё отыгрывать ролевую модель роботов. Мне, кстати, это очень понравилось. Я аж три стрима сделал, там, по-моему, часов на 14 аж практически полностью партию. Потом ещё поиграл уже без стримов. В общем, Stellaris мне всегда нравилась как стратегическая ролевая игра, мне в нём интересно находиться. И вот здесь, собственно, перейду к основной теме моего видео. Во-первых, отмечу, что дальнейшее относится не только к дополнениям от Paradox Interactive, издателей Stellaris, а вообще ко всем издателям ААА-проектов, то бишь игр, которые долго разрабатываются, стоят дорого и так далее, и так далее. Что сейчас происходит? Практически все ААА-проекты, блокбастеры, после выхода, после того, как мы их купили, начинают с нас требовать ещё денег. Как раньше было. Выходила игра, мы за неё платили, она уже была полностью готова со всеми своими механиками. Да, были проблемы там с какой-то работоспособностью, естественно, но выходили патчи, это всё допиливалось. И потом могло выйти один-два дополнения, которые, ну, по-хорошему, либо были совершенно другой игрой, либо дополняли основную, то есть с новыми локациями, что могло быть совершенно другой игрой. И таким образом крупные студии зарабатывали деньги. Система микротранзакций пришла, в принципе, от инди-разработчиков на самом деле. Потому что надо было как-то привлекать игроков в свою игру, то есть игра выходила бесплатной, free-to-play, а зарабатывалась вот этими самыми микротранзакциями. Ну, вообще, это появилось в социальных сетях, потом постепенно перешло на наши игры, на наши, имею в виду, на персональные компьютеры. И как оправдывалось, что бедным-бедным разработчикам совсем никак не суметь без них поддержать игру. В принципе, это было, кстати, правдой, потому что самое главное для любой игры это привлечь аудиторию. Во многом она привлекается бесплатностью игры. И потом уже, если вам игра нравилась, то можно было что-то там платить. И вот таким образом, незаметно, акулы бизнеса эту систему под себя переделали. И на данный момент получается, что мы, во-первых, платим немалые деньги, в принципе, за оригинальную игру. А потом нас еще и вынуждают по копеечке, по копеечке платить за дополнительный контент. Чтобы получить весь контент игры, в некоторых случаях можно и 200 долларов заплатить, и 300. И хочется спросить, в принципе, а что изменилось-то? Почему с нас теперь вот так выкачивают деньги? Игры стали больше? Да вроде нет. Время разработки увеличилось? Тоже нет. Ну да, стоимость разработки, пожалуй, увеличилась, но таким образом можно и стоимость игры повысить. Собственно, это и происходило последние годы. Сейчас игры стоят дороже, чем лет пять назад, даже в том же Steam. Меня в этом плане очень сильно раздражает мой любимый баскетбольный симулятор NBA 2K. Ну, любых последних годов, и 18, и 17, и 16. Ты покупаешь игру, она дорого стоит. А потом тебя внутри игры постоянно терроризируют вот этими «купи еще внутриигровой валюты», «купи еще внутриигровой валюты». То есть терроризируют на уровне любых фри-то-плей игр. Слава богу, если вы не поддаетесь, на самом деле, на этот шантаж, то вы можете пройти игру и без всяких микротранзакций, на самом деле. То есть прокачивать персонажа. Тут никаких штрафов вы не получите, действительно. Но вот эта навязчивая «сегодня наша валюта стоит на 3% меньше, чем вчера, быстрее покупайте, чтобы вы могли своего персонажа прокачать». Это все очень сильно напрягает. И на самом деле эта проблема лежит в экономической плоскости. Потому что в любом бизнесе, абсолютно в любом, не только в игровом, требуется постоянное увеличение прибыли. С каждым месяцем вы должны рапортовать о том, что прибыль увеличилась. И в этом плане как раз инди-разработчики в выгодном положении. Потому что вот им как раз об увеличении прибыли беспокоиться не стоит. У них главное, чтобы она была. То есть зарплата работникам, содержание офиса, выпустить свою инди-игру, получать с нее деньги и спокойно дальше развиваться. Поэтому я и в последнее время стал больше, в первую очередь, ждать каких-то прорывов от независимых разработчиков. Большим же студиям, которые выпускают блокбастеры, невозможно отвлекаться на какие-то там эксперименты. Более того, я думаю, многие могут сказать «Так надо просто больше игр выпускать интересных». Вот тут тоже проблемка. А как ты поймешь, что вот эта вот игра будет точно классная, а вот эта точно не классная? Поэтому они берут проверенные временем ходы. Давайте к той же цивилизации возвращаться. И выпускают ее в таком виде, чтобы потом к ней добавлять платные всякие мини-штучки. И тут мне, кстати, подход Paradox Interactive намного больше импонирует, чем любой другой студии. Как делает Paradox? Он выпускает уже сразу нормальную игру, в которой все механики есть. А потом наполняет ее постепенно дополнительным контентом. Это относится и к Европе Универсалис, это относится и к Stellaris, это и к Cities Skylines. То есть разработчики у игры могут быть разные, так как издатель один, Paradox Interactive, то они вот на одной такой волне выпускают дополнения. При этом, что Cities Skylines, что Stellaris, что Европа Универсалис, по моему мнению, даже в ванильной оригинальной версии, без всяких дополнений, нормальные, хорошие, интересные игры, которые можно рекомендовать любому. Я не знаю, почему люди пишут, что в Европу Универсалис можно играть только со всеми дополнениями. Вот новичку, который никогда в подобное не играл, только в оригинальную ванильную версию, потому что даже в оригинальной на тебя бросается куча всяких механик, и пойди разберись в этом интерфейсе. К Cities Skylines выпущено дополнение с зимою, с трамвайчиками, с природными катаклизмами, со сменой дня и ночи. Ну вот по-хорошему, что, без всего этого невозможно играть? Да возможно, конечно, города свои строить, вполне. Если уж я заговорил про нормальный донат, то, напомню, это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной игры consoleboard.ru. Ссылка в описании к этому видео. Загляните на сайт, ведь там при достаточном умении и понимании механик игры, даже не вкладывая деньги, можно достигнуть тех же успехов, что и все остальные. Еще раз, consoleboard.ru. То есть здесь разработчики делают нормальную, оригинальную игру, в которую уже сразу интересно играть, в которую ты не зеваешь там через какой-то промежуток времени. И потом, если тебе хочется большего, можно и купить эти дополнения. Это нормальный подход. Есть еще один подход к микроплатежам, который мне наиболее симпатичен из всех, это когда вам продают какое-нибудь украшательство просто, которое вообще никак на игру не влияет. Например, возьмем тех же Gremlins Incorporated. Там все платные дополнения, это просто наборы аватар, с которыми можно играть, это наборы смайликов, наборы всяких анимационных таких заставочек прикольных. Вот мне это вообще все не интересно. Я поэтому не буду за это платить деньги. А много игроков, которым это нравится, и которые просто хотят еще дополнительно поддержать разработчика понравившейся игры, в которых они много времени проводят. И вот еще Anti-Hero, таким же занимаются они, аватарки продают дополнительно. Но это действительно подход такой независимой студии. Крупные же издатели просто выманивают из нас деньги. Например, раз в квартал, выпуская новую нацию Xidmars Civilization 6. Ну, окей, у меня Deluxe-версия, они мне достаются бесплатно. Но если вы купили обычную версию, хотя бы просто посмотреть, понравится ли вам игра. Значит, Викинги будут еще плюс 209 рублей, Польша 209 рублей, Австралия 209 рублей, Нубия 209 рублей, и Персия с Македонией прям комбо две нации 369 рублей. То есть сверху еще 1200 рублей выложь да положь. Ну да, там еще есть сценарные паки, но это вообще на любителя. А ведь еще будут выходить нации. При том, что сама игра уже год, прошел год с момента выпуска, все еще не доделано. Еще раз повторю, понятно, что микроплатежи — это желание разработчика, и даже скорее издателя, больше заработать на конкретной игре. Но когда саму игру начинают ухудшать специально это дело, именно для того, чтобы потом ее улучшить за счет продажи нам дополнительных возможностей, у меня начинает, как говорят в этих ваших интернетах, подгорать, и начинают возникать вопросы большие. И я поэтому, например, возмущался в обзоре Divinity тем, что игроки просто за отсутствие русского языка снижали игре оценки. Потому что это та игра, которая сразу уже офигенна, в которой не будут на вас наживаться. То же самое я и говорил про то, что парадоксы увеличили стоимость своих игр, да, а игроки начали снижать за это отличным играм оценки. Потому что это как раз те самые разработчики и издатели, которые таким образом не пытаются на нас нажиться. Вы можете мне сказать, да, у парадоксов там офигенно, дофига вот этих дополнений к Европе Universalis 4. Но я вам уже говорил в течение этого видео, даже без этих дополнений играется интересно и сразу после выхода игры. И вот это дополнение к Stellaris, например, да, оно интересное, но рекомендовал бы я вам его покупать прям всем и каждому? Нет. Если вам интересно и так в Stellaris играть, играйте дальше. Потому что это дополнение пару новых событий добавит, расу роботов. Если вот вы действительно фанат роботов, то почему бы и нет тогда, почему бы и не прикупить? Даже вот про дополнение парадоксов нету смысла делать обзоры, потому что они такие контента содержащие больше. И при этом это дополнение стоит 249 рублей, практически как одна нация для шестой цивы. Наверное, кто-то мне может сказать, что я путаю типа микроплатежи и продажу дополнительного контента и дополнений. Да это просто название по-разному называют. Все это одно и то же по-хорошему. Просто выманить из нас чуть-чуть, немножко денежек за дополнительные какие-то возможности. И, кстати, еще в многопользовательских играх это вполне нормальная практика. Просто для того, чтобы играть внутри их, поддерживать сервисы. А, да, вот еще, что я хочу сказать. Чем еще хороши вот эти мелкие продажи от парадоксов? Тем, что за счет этого они продолжают заниматься игрой. То есть они как бы получают за это деньги. Они продолжают игру полировать, выпускать для нее патчи, что-то делать. И при этом продавая нам дополнительный контент. Что, по-моему, тоже правильный подход. А то, что эти микротранзакции теперь перенеслись в сингловые игры, это не очень хорошая тенденция. Вот вам другой еще пример. Игра Shadow of War. Я вообще не знаю, что это за игра. Она только планируется к выходу. Я за ней не слежу. Просто обратил внимание в новостях по одной простой причине. В этой игре будут микроплатежи. И по словам геймдизайнера игры, эти микроплатежи нужны для того, чтобы сохранить высокую сложность игры. Но при этом, чтобы игроки потратили на экономические аспекты игры меньше времени. Вы просто вдумайтесь вот в этот посыл. Ты покупаешь игру, чтобы провести в ней какое-то время. А потом внутри игры платишь, чтобы уменьшить времяпрепровождение в этой игре. Это, знаете, это как, например, в Циве бы мы с вами платили за то, чтобы сразу улететь в космос. Предположим. Ну, я так, утрирую, конечно. Разве это нормально для сингловой игры? Это типичная веселая ферма. Как там в Фейсбуке было, когда ты хочешь, чтобы побыстрее твои кабачки выросли, платишь деньги. И они это, там, не два дня делают, а сколько там, два часа, предположим. Но это оправдано с точки зрения геймдизайна вполне в бесплатной игре. А когда ты платишь за игру, приходишь в нее играть, она тебе говорит внутри, а заплати-ка мне еще, чтобы не так муторно тебе внутри было. Это вообще что за подход такой? В общем, если вот подвести итог, мое мнение такое. Микроплатежи, конечно, должны быть, но только там, где они действительно нужны. То бишь, free to play. Если вы заплатили за игру деньги, то дополнительно, пожалуйста, только за такие вот аддоны, как выпускает либо Paradox Interactive, либо за большие аддоны, которые меняют игру, типа как Brave New World или Gods and Kings для шестой цивы. Все остальное это просто паразитирование на интересе игрока. Но опять же уточню, что это касается именно синглплеера. Например, если та же Цила, Фераксис, решит поставить сервера, на которых можно будет спокойно играть, я думаю, многие из вас будут именно что донатить каждый месяц, чтобы играть там, без всяких вылетов и прочего. С другой стороны, как я вам и сказал в начале, это все бизнес. Издателям надо показывать увеличение прибыли. Поэтому 2K, к которым относится и НБА, и цивилизация, вводит вот эту фигню в свои игры. Тут я, кстати, именно на издателя грешу, а не на разработчиков из Фераксиса. Просто я постоянно упоминаю тут Фераксис. Я уверен, что вот эта продажа цивилизаций — это придумка маркетологов из 2K. И возвращаясь еще к моей теме по поводу того, что комьюнити по какой-то причине начинает хорошим играм ставить низкие оценки, если их там что-то не устраивает в действиях разработчика или издателя. Это все ведет вот именно к выпуску таких вот недоделок, которым потом сверху добавляют по чуть-чуть за денежку дополнительный функционал. Потому что выпускаешь сразу хорошую игру, и начинаются претензии. Претензии, которые сваливаются в минусовые оценки. Отлично, зашибись. А выпускаешь проблемную игру, и потом постепенно ее месяц за месяцем улучшаешь, да еще и за деньги. Так ты и прибыль имеешь, и игроки на месте. Очень все прикольно. В общем, надеюсь в комментариях прочитать ваши мысли по поводу различных платных дополнений к разным стратегическим играм. Как вы относитесь вообще к микроплатежам. Как по-вашему в дальнейшем будет развиваться вот эта экономическая модель высасывания из игроков потихонечку денежек. Но на этом все. Это был такой полуобзор дополнения к Stellaris. Играйте в умные игры и загляните на сайт console.war.ru. Ссылка в описании. Всем пока. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Всё. Спасибо. Всё. 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 Продолжение следует...